Итак, Алексей Сергеевич Попович, это специалист радионуклидного отделения нашего. Предоставляем вас слово. Спасибо большое, приветствую, уважаемые коллеги. Я представлю доклад на тему радиологических аспектов биопсии сигнальных лимфатических узлов у больных меланомы кожи. Также вначале хотел бы перевести данные статьи, которые показывают, что процедура биопсии сигнальных лимфатических узлов у таких больных является мощным прогрессическим фактором и также позволяет предопределить дальнейшую тактику введения пациентов. Также то, что уже начал говорить мой коллега, я позволю себе закончить. Известно, что вся кожа человека подразделяется на определенные зоны, выделены так называемые линии сапеи, то есть линии лимфатока от определенных областей. Так, например, кожа туловища подразделяется условно на правую и левую половину и на верхнюю и нижнюю половину. Это условная линия, которая проводится спереди на уровне пупка и сзади на уровне второго поясничного позвонка. Таким образом, можно для каждой области выделить определенные коллекторы, куда мы будем классически ожидать лимфоток. Так, например, для кожи туловища такими коллекторами являются подмышечные и паховые лимфатические узлы. Также это группа под надключичных лимфатических узлов, парастернальных лимфатических узлов и паравертебральных лимфатических узлов. Для верхней конечности такими путями являются локтевые и подмышечные лимфатические узлы и группа дельтапекторальных лимфатических узлов. Для нижней конечности основными коллекторами являются подколенные и паховые лимфатические узлы, а также достаточно обширная группа подвздошных лимфатических узлов. И лимфатические узлы, которые собирают кожу от области головы и шеи, условно подразделяются на 6 основных групп, которые соответствуют своим основным анатомическим областям. Также, учитывая достаточно многообразные функции лимфатической системы, примечательно то, что при развитии онкопроцесса, с одной стороны, эти функции защищают нас от развития метастазов и его распространения, с другой стороны, они способствуют данному процессу. Показаниями к проведению биопсии сигнальных лимфатических узлов больных меланом и кожей являются начальные стадии заболевания Т1-Т2А. Также, как уже говорили, это отсутствие клинико-диагностических признаков наличия метастазов как в лимфоузлах, так и во внутренних органах. Также, биопсия сигнальных лимфатических узлов показана у больных уже в послеоперационном периоде, после удаления образования, в том числе и рецидивы в области рубцов. Исходя из этого, можно выделить противопоказания к проведению данной процедуры. Это наличие доказанных метастазов у пациента, также это выраженные воспалительные и рубцовые изменения, как в послеоперационном области, так и в области предполагаемого нами лимфотока. И также это тяжелое, общее тяжелое состояние пациента, при котором проведение хирургического вмешательства в принципе невозможно. Метастазовые лимфатические узлы делятся на макро-, микро- и субмикрометастазы. Также могут встречаться изолированные опухолевые клетки. И в данном случае примечательно, что при каких-то стандартных диагностических обследованиях, например, МРТ, ПЭТ-КТ, разрешающая способность данных методов не позволяет их обнаружить, соответственно, в данном случае лучше прибегать к данной процедуре. Как уже, опять же, отмечалось, биопсия сигнальных лимфатических узлов проходит в три этапа. Первый этап – это радионуклины, на котором происходит выбор радиофармпрепарата, его разведение, введение пациенту и визуализация лимфотока. Второй этап – это детекция и удаление лимфоузлов, после чего сразу же происходит гистологическое и моногистохимическое исследование. Сама концепция биопсии сигнальных лимфоузлов заключается в том, что при исследовании лимфоузла сигнального, который удаляется у пациента, если в нем находится метастаз, соответственно, и весь лимфатический бассейн считается пораженным. И наоборот, если сигнальный лимфоузел оказывается, так скажем, чистым, то и весь лимфатический бассейн считается непораженным. Для проведения биопсии сигнальных лимфоузлов существует достаточно много препаратов, в России из них используется несколько. Можно отметить такие препараты, как технифит, нанотех. Про технифит можно сказать, что у него достаточно большой размер частиц, что это усложняет немного визуализацию лимфоузлов, так как снижает частоту их визуализации. Препарат нанотех в настоящее время еще проходят клинические испытания. Препарат Талатех также показывает хорошие результаты, ввиду малого размера своих частиц, но не имеет регистрационного удостоверения в России, поэтому его использование также затруднено. Поэтому наш выбор останавливается на препарате Нанотоп, который имеет хорошие показатели визуализации и который находит достаточно широкое применение в данной области. На основе этого препарата я бы хотел рассказать способ приготовления радиофармпрепарата. Первым этапом является получение леоаттехнеция и разведение его до нужной объемной активности. Далее леоаттехнеция непосредственно добавляется к леофилизатору нашего препарата, и мы ожидаем 10 минут, пока технеция свяжется с данным препаратом. После этого непосредственно мы сразу же можем его фасовать и использовать в наших целях. Стоит отметить отдельные преимущества данного препарата, заключающиеся в том, что, как я уже говорил, он имеет малый размер частиц, что позволяет увеличить частоту визуализации нимфоузлов. Также данный препарат достаточно прост и быстр в своем приготовлении, за счет того, что не требует процессов центрифугирования, нагревания и фильтрации. После приготовления радиофармпрепарата он вводится к пациенту, и существуют определенные правила, по которым мы его вводим. Основные правила – это интрадермальное введение препарата, введение препарата на расстояние от очага, расстояние как минимум 10 мм, если, так скажем, область позволяет это сделать. Также это введение препарата в несколько точек вокруг интересующей нас области. Есть так называемое правило 4 часов, которое соответствует циферблату часов 3, 6, 9 и 12 часов. И, соответственно, после введения радиофармпрепарата обычно мы заставляем пациентов производить хотя бы какие-то минимальные физические упражнения, чтобы стимулировать лимфоток, и чтобы большая часть препарата пошла в лимфоузлы. Также стоит отметить отдельные случаи, когда правила вот этих 4 часов не работают, но мы сохраняем сам принцип, и, учитывая изначальное расположение очага, мы производим инъекцию препарата в несколько точек. После этого непосредственно наступает стадия визуализации лимфоузлов. Визуализация лимфоузлов возможна как с помощью гамма-камеры, так и с помощью аффект-КТ. С помощью гамма-камеры возможна визуализация лимфоузлов. Обычно мы проводим исследования в двух проекциях. Стандартно этого бывает достаточно для того, чтобы визуализировать хотя бы область, куда пошел лимфоток, и для того, чтобы сообщить это хирургам. В нашем центре мы чаще применяем методику аффект-КТ, так как она имеет все-таки явные преимущества перед гамма-камерой. Это, во-первых, получение трехмерных массивов ядерных данных, также это высокое качество изображения, это получение анатомических данных, и, соответственно, совместная оценка как ядерных, так и анатомических данных. Также относительно сигнальных лимфотических узлов, стоит отметить, что при оффект-КТ мы наблюдаем более высокий процент визуализации лимфоузлов. Также нам этот метод позволяет визуализировать так называемые скрытые сигнальные лимфопути. И, соответственно, это точная анатомическая локализация лимфоузлов, что немаловажно, опять же, для хирургов. И я бы хотел рассказать несколько примеров использования радиофармпрепарата и методики аффект-КТ. В данном случае у пациентки мы можем наблюдать рубец на левой половине спины. Нами была стандартно произведена инъекция в данной области и был визуализирован билатеральный лимфоток в подмышечную область. В данном случае у пациентки образование на внутренней поверхности бедра, кожи бедра. Как вы можете видеть на фотографии, нами была стандартно произведена инъекция в четыре точки вокруг образования. На расстоянии от него. И классически мы увидели, так скажем, ожидаемый лимфоток в паховые и в подвздошные лимфатические узлы. В данном случае у пациентки образование на спинке носа. Не отходя от правил, мы также произвели инъекцию препарата непосредственно, так скажем, в близости с этим очагом на расстоянии 10 мм. В данном случае мы визуализировали билатеральный лимфоток в подчелюстные лимфатические узлы и два надключичных лимфатических узла справа. В данном случае у пациентки вы можете наблюдать образование на ушной раковине. Также стандартно была произведена инъекция радиофарм препарата и был визуализирован монолатеральный лимфоток в еремные лимфатические узлы и в надключичный лимфатический узел. Хотелось бы отдельно отметить данный случай. Здесь у пациента вы можете наблюдать обширный рубец на правой половине спины. Также вы можете наблюдать рецидив в области рубца. Соответственно, введение радиофарм препарата здесь затрудняется ввиду рубцовых изменений. Нами была произведена инъекция радиофарм препарата над и под рубцом. Но, соответственно, хочется отметить, что классически нами ожидалось увидеть лимфоток в подмышечную и в паховую группу лимфатических узлов. Паховую группу мы не увидели. Увидели подмышечные и дополнительно нами были визуализированы интракуральный и межреберный лимфатический узел. Это картинки, которые представлены ниже. Стоит отметить, что при использовании радиофарм препарата нанотоп в биопсии сигнальных лимфатических узлов была показана достаточно высокая частота визуализации лимфатических узлов. Также стоит отметить, что данная процедура является доступной и эффективной методикой, при которой необходим мультидисциплинарный подход. То есть работа хирургов, радиодиагностов и морфологов. Ну и также в завершение хотелось бы отметить, что в нашем центре методика биопсии сигнальных лимфатических узлов также широко используется при раке молочной железы, раке языка, раке шейки матки, при котором мы также используем технологию Аффект КТ, чтобы наиболее точно визуализировать сигнальные лимфатические узлы. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . .